Екатеринбургские полицейские просят горожан помочь им понадежнее прищучить одного подлинненького типчика, попавшегося по подозрению в ограблении божьего одуванчика в процессе проявления ею гостеприимства. Это все предрассудки, то что старого пса не научишь новым трюкам. Этот вот вообще самостоятельно обучился. 53-летний гражданин Таджикистана, 4 года назад освободившийся после отсидки 12,5 лет, как неудивительно за наркоторговлю, в родные пенаты не торопился. Крышу над головой ему предоставляли земляки в обилии и бесперебойно имеющиеся на рынке, так и обретался он на территории Орженикидзовского района безо всяких предрассудков типа регистрации. И вот в последнюю майскую пятницу на улице Фрезеровщиков наш экс-барыга повстречал некоего Васю, который с энтузиазизмом принял его предложение разбухаться, пока весна не кончилась, ничуть не смутившись тем, что этого условного джамшута видит первый раз в жизни. Он гостеприимно зазвал его к себе, но вскоре возникла тема мужского одиночества, и сосед, хлопнув себя по лбу, вспомнил, что как раз этажом ниже живет столь же одинокая дама, 62 лет, и пьянка незамедлительно перетекла к ней. Специалисты уверены, что жулик либо прикинул по убранству жилища, что ловить там нечего, либо просто для подстраховки использовал Васю, чтобы переключиться на кого-нибудь побеззащитнее. Долго ли, коротко ли сосед Вася от коллектива пьянки откололся, вежливо оставив молодых наедине, и сразу же змея, пригретая на пенсионерской груди, зашипела и показала ядовитые зубы. Хозяйке гость прямо и агрессивно заявил, что она должна выдать ему золото и ценные вещи, и для убедительности добавил, указывая на кольца, что если она сама их не снимет, то он ей все пальцы попереломает. В итоге унесся из квартиры, прихватив ноутбук, мобилу и те самые украшения на общую сумму 24 тысячи рублей. Вот так экс-барыга опроверг, устоявшаяся, поверяя, что, дескать, наркоторговцы ничего другого не умеют. Жертва тут же обратилась в полицию, в 14-й ее отдел, и через весьма непродолжительный промежуток времени супостата добыли. Вы являетесь гражданином Российской Федерации? Нет. Где проживаете? В Лавково. В Екатеринбурге? В Екатеринбурге. Гражданином какой республики является? В Екатеринбурге. Соответствующее уголовное дело о грабеже, статья 161, часть 2, с санкции до 7 лет, лишения свободы, возбуждено. Известно уже, что этот эпизод был не единственным на территории Уралмаша и Эльмаша, так что те, кто его узнают как обидчика, могут смело звонить в полицию. Полицейские проверяют гражданина на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, и просят граждан, пострадавших от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел.